Я его любил, и он меня, наверное, тоже. И вот как-то это впрямую, вот и не собрался ему сказать. План 400 дней, который собирается огласить Миша Бочаров, это план, который был стащен из сейфа этой комиссии. Слава Богу, удалось остановить его. Это дело. И результатом стал первый визит Ясина и Явлинского к Ельцину. И они подключились к программе преобразования «Новой России». И Женя Ясин мог бы спокойно на очень хорошую, достаточно привлекательный в материальном смысле должности директора экспертного института РСПП, будущего РСПП, существовать и давать советы. Но он откликнулся на наш призыв в конце 93-го года, пришел в администрацию президента на, как он сам говорил раньше, на такие камиканзовские должности. Он возглавил аналитический центр, собрал там, здесь очень хорошо говорили, что он возводил мосты и собирал людей. И величина этого человека соразмерна той эпохи, которую он пережил. Это переход от советской экономики к рыночной. И этот переход произошел. Произошел благодаря таким людям. Мы стали цивилизованы. И пришлось пройти чрезвычайно трудные годы. Успехи конца 90-х или начала 2000-х закладывались тогда, когда Евгений Григорьевич был министром, когда он со своей командой внедрял новые институты. Благодаря таким людям мы стали цивилизованы. Но его главные заслуги не только этим ограничивались. Он участвовал в создании вышки. Он продвигал ценности демократии, либеральные ценности, которые необходимы каждому обществу. И делал это всегда. Сколько я его помню, сколько мы знакомы. Знакомы мы прямо с 1994 года. Когда, как я говорил, я приезжал как заммэра Петербурга. Поэтому его вклад в развитие страны, общества, достаточно рисунный. И меня радует, что он оставил нас, оставил своих учеников. Я его называю наставником и другом. Потому что мы могли с ним обсуждать прямо, открыто любые вопросы, включая их в последнее время. И этим летом встречались. Мы его всегда были помняты. В связи с вами партия. Я помню шутку того времени, Евгений Григорьевич, хотя он повторял ее потом часто. Ну, я уже слишком стар. Я коммунизм вам разрушить помог. А дальше уже создавайте вы сами. И тем не менее, Евгений Григорьевич, когда в этом возникла необходимость, решился взять на себя тяжелейшие функции, поверьте моему опыту, тяжелейшие функции министра экономики. И очень много сделал в продолжение реформ начала 90-х, уже в середине 90-х. И многими, многими продвижениями мы ему, безусловно, обязаны. Евгений Григорьевич очень интеллигентный, душевный, теплый человек. И таким он останется в моей памяти. Вы знаете, вечная память, будем помнить, это все так, это все так, это все так. Но хотелось бы, чтобы вы не просто помнили, а чтобы вы понимали, что можно жить, но хотя бы чуть-чуть, как он. Чуть-чуть так честно, так достойно, так верно, так преданно свободе, так преданно человеку, так преданно всему тому, что вообще Бог нам дал хорошего, а Он нам не очень много этого дал. Почему? А Он был великаем. Я считаю, что либерализм, либеральные идеи сейчас в самом большом небрежении, презрении у большинства жителей нашей страны. Но это пройдет, это пройдет, потому что фундаментализм, который сейчас занял такое большое пространство, социальное пространство, он не самостоятельен, он вторичен. В нем нет собственных источников существования, он есть реакция, и эта реакция кончится. И тогда то, за что всю жизнь выступал профессор Ясин, снова станет повесткой нашего дня. Евгений Григорьевич Ясин был самым чистым, самым светлым, самым искренним и самым добрым человеком из всех тех, кто в последние 30 лет занимался российским рефором. И все его разочарования были связаны именно с тем, что он был самым светлым и самым добрым. Вот кого мы потеряли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok